Я так этого ждала, и знаете, так хорошо выступать последний, потому что, ну, не то что не последний, но я имею ввиду, что многие передо мной выступили, и хочется немножко не о результатах сейчас поговорить, потому что всем наши результаты, это Александр Викторович, потому что я работаю врачом-диагностом в его команде, и все эти результаты, их очень-очень много. Хотелось бы немножко отойти от результата, если есть такая возможность, и рассказать вам о том, что чаще всего диагностируется, и на что больше всего обращать внимание, если в зале много врачей. Ну, может быть, в чем-то повторюсь, а может, что-то скажу новое. Чаще всего, смотрю, диагностику делаю по фоли, встречается сейчас лямблиоз. И самое страшное то, что, вот если это дети, это проявляется аллергическими всевозможными проявлениями. Очень часто, настолько, почти в каждого третьего лямблиоз. Затем, бронхиальные астмы у людей, это зачастую аскориды, стронгилоид и те же лямблии. Обращайте на это внимание. И вы говорите, что врачи там скептически к этому всему относятся. Ничего подобного. Врачи, если правильно им донести информацию, они очень хорошо относятся к любым новым методам. И вот очень часто, уже у нас несколько людей были с бронхиальной астмой, в которой тестируются астронгилоид, цисты, лямблии и аскориды. Это самые распространенные гельминты, которые чаще всего встречаются при бронхиальной астме. Обращайте на это внимание. Что самое еще, очень важное, урогенитальные инфекции. Лечить нужно обеих партнеров. Потому что зачастую приходит женщина на диагностику. И обычно она считается как крайней в этом процессе. Приводите на обследование двух партнеров и лечите одновременно. Тогда будут результаты. А если у нее один партнер только был, зачем? Значит, всех приводить нужно. Это очень-очень важно. Потому что лечение одного пациента бесполезно. И сейчас очень распространенный кандидоз. Что я хочу сказать. Лечение кандидоза, даже биорезонансом, бесполезно, если мы кушаем сладкое. Если мы употребляем бытовой сахар. Она все равно размножится, она все равно будет в нашем организме. И сейчас всевозможные эти кандидозы, они тестируются везде. И ротовая полость, и поджелудочная железа. То есть везде, где возможно наблюдается кандидоз. Поэтому рассказывайте, что сахар любит кандида. Исключить полностью сахар, и пойдет лечение очень-очень на ура. Это то, что... Мед можно? Мед можно. Я говорю о сахаре. Она любит бытовой сахар. То есть есть такие нюансы, когда мы добиваемся результата, и очень это, ну как медленно. Такие элементарные вещи. Затем, о чем еще хотела сказать, очень важно. Сейчас очень часто тестируются вирусы поджелудочной железы. Вирусы. Значит, такой вирус, как краснуха, она тестируется в протоках поджелудочной железы. То есть настолько сейчас такие могут быть нюансы, которых вообще просто, ну, даже не придумая, что там можно еще смотреть. Поэтому серьезные заболевания, вплоть до онкопатологии и так далее. Люди там лежат, везде обследуются, и бесполезно. Краснуха поджелудочной железы. Вот был такой результат. Тестируется. Затем, лямблии тестируются в протоках. Протоки поджелудочной железы, желчные протоки. И вот эти все накожные заболевания, это когда забиты протоки лямблиями. То есть это аллергические дерматиты и всевозможные проявления аллергические. Это в протоках, забиты протоки. То есть нужно обязательно очистку. Не просто, не просто, скажем, лечение березназом, а должны быть обязательно желчегонные средства. Почему у нас хорошие результаты? Потому что мы все это используем в комплексе. Обязательно должна быть фитотерапия. Я как фитотерапевт хочу обратить внимание. Назначайте обязательно при патологиях определенных органов травы. Без этого ну никак невозможно. И обязательно сорбенты. Обязательно. Потому что чем опасны гельминты? Не тем, что они 7 или 8 метров, вы понимаете? А тем, что они выделяют свои токсины в кровь. И мы отравляемся токсинами. Вирусы это вообще такие, скажем, существа, которые вообще не имеют клетки. Но они поражают клетку, которая ослабленная. Которая постоянно, организм, который постоянно в стрессе находится. Поэтому борьба с вирусом должна быть вместе с успокоением нервной системы. Потому что люди, которые сейчас, наверное, все мы, живущие в такой стране, подвержены нервным стрессам. Поэтому почему все это размножается, увеличится больше? Потому что нервный стресс. Поэтому во всех программах ставьте антистресс. Это очень-очень важно. Человек, который живет в гармонии, спокойный, да, у них и дети рождаются, все нормально. Мы живем в такой обстановке, где без программы антистресс вообще не обойтись. А потом размножаются все эти патогенные микроорганизмы. Всю жизнь были глисты, вирусы, бактерии. Но не в каждый организм они попадали. Попадали в тот организм, который завистливый и так далее и тому подобное. Это тоже очень важно. Поэтому обязательно ставьте программы антистресс. Уже даже видно по пациенту, когда приходят на диагностику, он не смотрит тебе в глаза. Он быстро говорит там или обвиняет всех во всем, все врачи-сволочи и так далее. То есть человека уже непорядок с нервной системой. Я начинаю искать там таксоплазмы, цитомигаловирус. То есть все, что может поражать нервные клетки. Очень распространенные шистосомы. Кстати, результат по рассеянному склерозу, девочка, это шистосома в венозном русле. Шистосома гемотобиум. И трихинелла. Трихинелла это гельминт, который живет в мышцах, поражает мышцы. Поэтому идут процессы обездвижения и так далее. Гельминты живут не только в желудочно-кишечном тракте. Они проникают во все органы системы. По зрению, не знаю, вот выступал мальчик, возможно там даже была таксокара. Это гельминт желудочно-кишечного тракта собак. Когда он попадает в организм человека, для него это, как бы, он ошибся адресом. Таксокара. Она похожа очень на аскориду, но поражает полностью глазное яблоко. И плод до слепоты может быть случай. У нас были пациенты, которые с таксокарой с очень плохим зрением. Это просто начало еще. Если мы правильно полечим человека, можно улучшить зрение. И что самое важное? Что таксокара это гельминт, который собаке не является как бы... Вы можете спать с собакой, можете от нее не заразиться. Мы приносим с обувью, она прилипает к обуви. Обувь это защита, мыть ее надо после улицы. Опасны ни коты, ни собаки, а то, что мы приносим с улицы на своей обуви. Она очень липкая, яйца таксокары. И заразиться можно очень-очень быстро. А похожа на аскориду. Такие симптомы. Ну, по своим размерам, все как аскорида. Ну, так хочется много всего сказать. Вам интересно такое сказать? Знаете, я сюда ехала, я приготовила такой классный доклад, и так получилось, что я его забыла. Ну, наверное, это пусть так и будет, потому что, наверное, что посылается оттуда, и что, ну, с космосом, что хотелось такое сказать, наверное, оно мне и послалось сейчас. А вообще, рассказать о гельминтах, о бактериях, о вирусах, это тема, о которой можно вообще дня 7 вот здесь встречаться, и она просто нещерпаемая. А о врачах вам скажу так. Не умеете подавать правильную информацию. Единственное, что, если врач думающий, он всегда прислушается к вам. А если врач, который лентяй, ничего не читает, ничем новым не интересуется, он никогда вас не услышит. Он вам не нужен. Поэтому и к вам притянутся те врачи, которые думающие, которые ищут что-то новое, и будет все окей. Спасибо большое.